Библиотека семейного чтения на Дыбксена-10 давно уже не просто книгохранилище и место для стендовых выставок. Летом тут открылся туристко-информационный центр еще в двух помещениях, организованной интерактивной экспозиции. Особенность в том, что информационное музейное пространство – это прежде всего визуализация, это интересный новогодний интерактив, а снова же всего – это архивные материалы. При планировании, при подготовке новогодней кампании у нас родилась идея создания проекта «Новогодняя эволюция» или «Как праздновала Коряжма Новый год». Наряду с тем, что, как мы привыкли, Новый год – это праздник развлечений, веселья. Все-таки мы представляем библиотечную систему, мы проект наполняем информационно. Информационное наполнение, о котором говорит Татьяна Илсакова – это, во-первых, полное воссоздание интерьера прошлых лет, во-вторых, возможность полистать архивные газеты и журналы, в-третьих, поучаствовать в мастер-классах, а еще прямо отсюда можно отправить бумажную поздравительную открытку. Доставкой займется Почта России. Они любезно с нами посотрудничали, предоставят нам почтовый ящик того времени, и ребята сами могут направить открытки. Это будет реально действующая почта. Сейчас библиотекари продолжают воссоздавать картины прошлого века и, пользуясь возможностью, обращаются к горожанам с просьбой пересмотреть свои семейные архивы. Если у вас есть фотографии периода 50-х, 60-х, 70-х, 80-х, празднования Нового года, лучше бы, если бы это была, конечно, площадь, если бы это были уличные фотографии, и еще интереснее, если бы это была узнаваемость, узнаваемость, в результате которой можно дополнить нашу замечательную новогоднюю историю. Фотографии у вас примут на космонавтов Триам, а сама экспозиция, где собраны свидетельства, как коряжма Новый год встречала, откроется на Депсоне 10, 14 декабря.